Девушки отдыхают Я пришла за самым лучшим на свете мужем. И в этом мне помогут мои подруги Юлия и Анастасия. Марина, 29 лет. Перед тем, как завязать серьезные отношения, присматривалась к будущему мужу 5 лет. Устраивала проверки, изучала круг его общения и в итоге стала его женой. Но через 6 лет счастливого брака овдовела. Марина менеджер по развитию информационно-новостного портала недвижимости. Гордится тем, что вылечила себя от серьезного заболевания и оказывает материальную помощь нуждающимся людям. Мечтает открыть косметологическую клинику. Предупреждает, что страдает синдромом отличницы. Марина не прощает мужчинам малодушие и не признает принадлежности к творческим профессиям. Готова создать пару с серьезным мужчиной с математическим складом ума, который состоялся в профессии и морально созрел для того, чтобы заняться благотворительностью. Я вас помню, вы были у нас. Симпатичная, очень миленькая, эффектная женщина. Очень великолепная просто. Не знаю, по-моему, просто накрашенная Барби. В прошлый раз, когда вы были, у меня было ощущение, что вы проживаете не свою жизнь. Вот как будто чужую судьбу примерили, а она не по размеру оказалась, поэтому все мимо. Давайте напомним вот про вашего мужа историю. С моим супругом мы познакомились, будучи в университете, мы обучались, получали профессию экономистов. Там мы познакомились, естественно, произошла вспышка, любовь. Через пять лет общения длительно, я считаю, это долго, мы поженились. Какая вспышка? У него была другая девушка. Была другая девушка до этого. Да, он вам сказал об этом, когда вы пришли какими-то неправдами брать у него интервью, строили ему глазками, он сказал, Марина, вариантов нет, потому что у меня девушка, и я не по этому делаю. Да, и я отпустила его, потому что... А что бы вы, даже если бы вы легли трупом перед ним, он бы перешагнул, потому что у него была другая девушка. Все правильно, и я это поняла, я это оценила, отпустила человека. У человека продолжались еще два года отношения. Не отпустили, конечно, вы, вы за ним наблюдали, вы были в курсе его передвижения, поэтому как только у него что-то там с девушкой не залазилось, вы тут же подсуетились и начались отношения. Нет, я не подсуетилась, а когда человек расстался со своей предыдущей девушкой, он сам меня нашел и захотел со мной пообщаться, узнать поближе, так как помнил о том, что я когда-то проявила к нему симпатию. Все эти годы, помнил? Да, помню. Или вы давали... Нет, я не давала... Не давали себя забыть? Нет, 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 я отпустила человека полностью на два года, и человек уехал жить в Америку, в Штаты, попытаться построить какую-то свою жизнь с той предыдущей девушкой, но у них не сложились отношения, и вернувшись в Россию, он нашел меня. Поздравляли его там с Новым Годом? Нет, 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 я вообще абсолютно не знаю. А когда-то я вот тысячи евро делала. Тем более в таком молодом возрасте, он видел-то вас один-единственный раз всего. Несколько раз. Когда вы брали... И что, если бы вы так запали ему в душу, наверное, у него бы стали складываться с вами отношения. Не складывается, так не бывает, так-то в кино бывает, понимаете? Не складывается, потому что человек был очень преданный и порядочный, поэтому, видимо, он любил. Преданный, порядочный, и все время выдержал вас в голове. Мне не нравится, она какая-то такая вся сделанная, потому что, ну, такое ощущение, что она сразу после салона красоты, какая-то кукла такая. Ну, может, он вас потом увидел? Потом, конечно, да, вернувшись со Штатов, с Америки, мы еще раз встретились. Ну, вы были в курсе его жизни, что он в Штатах, что он поехал с девушкой. Да, мы жили в городе, город маленький, все друг друга знают, естественно, все на слуху. Ну, а что, не собирать информацию? Что, мужик плохой, что ли, в конце концов? Ну, в порядке, я не собираю. Вы поженились, прожили счастливо. Счастливо. Что за ужас произошел? Почему он погиб? Дело в том, что, когда мы поженились, еще до этого, до свадьбы, он за год устроился работать в авиакомпанию в Африке. То есть он где-то около трех лет работал в Африке, в разных странах. Он летал на вертолетах, он мне некий... Живя с вами, да? Живя со мной, он меня оставлял, молодую жену, я его ждала дома, обустраивала нашу квартиру. Если так любили, почему ребенка не родили? Мы планировали в ближайшем будущем, вот сейчас встанем на ноги, как обычно, наверное, молодые, так задумываются, потому что родители нам не помогали. Ну, вы же не молодые были-то. Но мы планировали, потому что сейчас как бы принято, чтобы дети встали на ноги. Он же не бедный был. И он разбился. Да, он разбился, была авиакатастрофа, там, в принципе, достаточно часто очень бьются вертолеты. И таким образом получилось, что в 2010 году я осталась одна. Грустная история. У нас от двери ужасно просто. Ну, как-то недолго она скорбила. Василиса, сколько процентов случайностей в этой истории и сколько судьба давала знак, что не твой мужчина? Может быть, если бы у них... Или такой невозможный. Я считаю, что не было знака именно этого. Я считаю, что это был очень важный пласт в вашей жизни. Я, когда готовилась к программе, читала эту историю повторно, меня тоже обуревали сомнения. Я буду откровенна. Я посмотрела назад вашу историю, и я могу только подтвердить, что действительно это событие печально имело место в биографии, например. Видно по дирекциям, что вы должны были потерять близкого мужчину. Действительно. Я понимаю, что это правда. После этого я уже не могу с недоверием относиться к Марине. Нет, дело не в этом. Я совсем другой тебе вопрос задала. Я поняла его. Когда говоришь, что дверь не открывать, нельзя в ней очень долго стучаться. Может быть, это был не твой человек. Может быть, не женись он на Марине. Как-то его жизнь была по-другому. Понимаешь, Лариса, мы часто воспринимаем счастливый опыт как бесконечный. Нам кажется, что счастливая любовь должна длиться вечно. Да. А иногда у человека, да, конечно, хочется в это верить. А иногда у человека счастливым может быть опыт пяти-шестилетней. Да, он трагически заканчивается, но в конечном итоге человек возрождается и идёт дальше. Ой, вы меня, простите, я сама вдова. Ну, наследство-то осталось. Вы же наследница в первую очередь. Я наследство оставила всё его родителям. Почему? Ну, я так посчитала нужным, чтобы начать жизнь с белого чистого листа. А может, там ничего и не было? Ты чего, конечно, можно и оставить? А что там было-то? Было и квартира, и мужчина. Ну, вы нажили бы. Вы же нажили как жена. Ну, наверное, по закону, может быть, и считается, что она жила. Но я посчитала нужным оставить. Так что оставили-то? Квартиру, машину, родителям оставила. Всё, что, как бы, мне, может быть, и полагалось, но я даже не узнавала, что именно. Прямо вот как были без ничего и так души. Нет, у вас была семья 6 лет. А вот такое братье на имущество. И вдруг вы взяли и отдали. Почему? Зачем? Может, такой недорогой был? Знаете, я два года не хотела вообще жить, и я об этом просто никак-то не думала. А мне позвонили через, наверное, месяц в 7-через год нотариус, и предложил как-то оформить бумаги. Я посчитала нужным, что мне ничего не нужно. Она не меркантильная? Ну, по крайней мере, так себя позиционирует. Это важно. Я думаю, что если бы она себя позиционировала как меркантильную, шансы были бы минимальны. Вам почти 30 лет, да. Многое вам в жизни уже пришлось испытать. От брака чего хотите, чего ждёте? От брака жду искренних, тёплых, доверительных отношений. Жду самого лучшего мужчину на свете. И в это именно понятие вклада лучшего. Мужчина на свете тот, которого мы любим. Тот, которого мы любим? Кого вы можете полюбить? Я могу полюбить человека, который полюбит меня всем сердцем и будет иметь огромное желание создать семью искренне. Так, конечно же, я тёплая, самая лучшая. А бедного полюбим? Бедного? Я не думаю, что бедный мужчина готов иметь семью. Всё-таки, ну, как-то хочется, чтобы в семье всё равно должна быть опора. А опора – это мужчина. Тогда мы денежку с какого пунктика рассматриваем? Ну, я же должна, не вы же будете сейчас про деньги говорить, правильно? Это же моя работа. Я думаю, это должна... Вы мне так озвучите? Я думаю, что это должен быть уровень такой, чтобы, по крайней мере, на среднем уровне, наверное, возможность обеспечить... Ну, тыж сколько? Тыж двести месяц. Это отлично. Нормально? Да. Вовсю. А вы про благотворительность будете рассказывать? А я бы благотворительностью занялась. А почему можно заниматься благотворительностью, когда у самой денег нет? Нет, это мои желания, это моя мечта. Я как бы, как могу, по мере возможности, я занимаюсь. Благотворительностью? Мне больше всего жалко. Те, кто нуждается, это дети, это больные дети и взрослые, больные, которым сложно помочь. Но это, скорее всего, в первую очередь дети. А вот вы, вот знаете, сейчас это вот прям проблема большая. Честное слово, бабушки. Вот дети бросают вообще, там памперсов не хватает. Вы как будете, деньгами помогать? Или вот сами будете приходить, там судно менять и так далее? Я бы могла, конечно, помочь, но меня на всех, наверное, не хватит. Ну, хотя бы пару бабушек возьмем. Ну, если была бы возможность и время. А что же у вас времени-то не будет? Вы же будете благотворительностью заниматься. Ну, если буду заниматься, то да. Слава колоритная. Марина, у вас очень много требований к мужу в будущем. Мужчины боятся, а, надорваться, б, не соответствовать, поэтому они уходят с такой заучной формулировкой. Милая, я тебе не достоин, ты еще встретишь того, о котором мечтаешь. Я не знаю, но нет, дело не в том, я не хочу, чтобы мужчина думал, что он надорвется рядом со мной. Я, в принципе, сама трудоголик, я считаю, потому что я... А что вашему мужчине будет не позволено? Вранье не позволено. Не терплю вранья, не терплю неискренности. Скажите, а не все вам говорить, не договаривать и врать, это одно и то же? Нет, это не одно и то же. А, допустим, Мариночка скажет, знаете, вот мне говорили, говорит, ну вот ты тут двоих детей-то выкормила, грудь-то надо как-то, вот с грудью что-то делать надо. Искренне скажет, любя. Вот такая правда вам нужна? Я думаю, человек должен быть очень тактичный. И я думаю, в принципе, я хочу... Или вам нужно брошюрку положить. Я хочу, чтобы он был воспитанный, интеллигентный и тактичный. Я просто смотрю на ее фотографии и сравниваю. Мне кажется, она сделала пластику. Вот немножко себе сузила, наверное, скулы. Или что-то сделала, может быть, с носом. Потому что там на фотках она была совсем другой. Не постесняешься спросить? Нет, ну если он хочет, чтобы вы поменяли, вы поменяете? Вот вам как? Она за умного хочет замуж. А за умный, как ушки спаниели, я поняла. Нет, а умный, он же другими категориями живет, если любит женщину. Это если она за того, который перед зеркалом, ну вот который у тебя был в последний раз, для того важны имплантанты. А если человек любит, и у него какие-то другие идеи, другие стремления, другая реальность в виде детей, которых нужно поднимать. Другие просто. Конечно. Я думаю, что все-таки это тип женщины деловой. Все-таки, да. Никакой, не вообще, не деловой ни разу. Почему? Такая, она домашняя. Мне интересен, на самом деле, мужчина с большой буквы этого слова. Буквы М? Как в туалете, да? Большой. Мужчина, которого можно назвать мужчиной, которых сейчас мало. Кто для вас идеал? Идеал? Ну, на примере ныне живущих, допустим. Ну, известных. Владимир Познер, Ван Ургант. Вот за какие мужчины вы бы пошли, вот просто не оглядываясь? Если честно, мне нравится Олег Меньшиков, но я его знаю только как актера, о его талантах, о его игре. И он живет далеко и редко бывает в России. Спасибо. Девчонки, давайте уже как-то будем направлять Марину и ждать жильяков. Нет, нет, вообще все понятно. Я вот самые такие вопросы каверзные по полденег, там, квартирки. Ну, не вам же это об этом говорить, я буду об этом говорить. Спасибо. Ну, мне сложно вам что-либо посоветовать, потому что вы человек четвертого дома. Несколько планет в соединении в Козероге в четвертом доме. Вы на самом деле человек, думающий глубоко и пытающийся думать глубоко. Вы в любой ситуации будете пытаться рассмотреть двойное дно, и, может быть, сегодня в наших героях вам что-то удастся. С вами вообще сложно говорить о каких-то поверхностных категориях. Не только потому, что вы себе намечтали о благотворительности идеального мужчину, а потому что вы действительно живете с этой мечтой по жизни. Я хочу так говорить. Ну вот, да, я надеюсь, что сегодня мы хотя бы какие-то крупинки мечты разглядим, потому что в каждом мужчине они есть. Да, согласна. Спасибо. Для меня вы, Мариночка, женский тип непонятный. У меня нет таких подружек, приятельниц, родственниц. Я не знаю вас, не могу прочувствовать. Мне только кажется, что мужчинам с вами тяжело. Возможно. Я не могу представить вас в ситуации, когда вы себя отпускаете. Вот какая вы. Без прически, без ресничек. Очень веселая. Какая? Такая же. Веселая. Мне кажется, я растаю под взглядом ее глаз, когда мы туда зайдем. После рекламы у нашей невесты состоится первое свидание. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в студии Марина. Идите, встречайте первого жениха. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. У меня достаточно математический склад ума, но я иногда себе все-таки позволяю некоторые спонтанные вещи, некоторую гибкость. Спасибо. Очень приятно. Ух, как перья. Это вам. Кабукеты. Спасибо. Что за акцент, Олег? Откуда вы? Я по национальности русский. Просто так случилось в жизни, что русский не мой родной язык. А в очень маленьком возрасте меня увезли из России в другую страну, где я вырос. Потом я переехал еще в одну страну, и там был еще один, второй родной язык. Америка? Да. Давайте на вас посмотрим, узнаем вас лучше. Олег, 33 года. Генеральный директор интернациональной сети ресторанов быстрого питания. Специалист по Латинской Америке. Гордится тем, что состоит в тайном студенческом братстве. Мечтает завести обезьяну экзотической породы и побывать в местах, где не ступала нога человека. Супруга Олега не выдержала его частых командировок и подала на развод. Надеется, что Марина отнесется с пониманием к его профессиональной деятельности. Сколько лет выросли? Шесть лет. Успели за это время жениться, развестись? Да. Ребенок родился? Да. На русской женились? Да. Ну вот смотрите, если у Марины история такая длинная и запутанная, прежде чем выйти замуж, там столько было всего, то вы буквально второй день уже с девушкой познакомились с женой? Да, я считаю, или сразу получается что-то, или если очень долго развивающиеся варианты, ну из моего жизненного опыта, как правило, потом что-то не складывается. Если химия есть, и какое-то притяжение... Если химия, и сразу надо в кровать прыгать? Нет, это страсть. Сколько вы прожили, проколотились в этих страстях? Года три. Видишь, уже успел и жениться, и развестись. Динамично. А какая была причина? Мы во всем, в принципе, сходились, в нашем уровне интеллекта и в наших идеях. Просто в моем случае у меня жена остановилась на какой-то точке и не хотела дальше развиваться. Ну, она достигла... Ну, ей было достаточно, потому что ей было достаточно этого. Она занималась ребенком, семьей. Почему? Куда вы все хотите развиваться? Куда? Ей хватало. Может быть, не развиваться, но просто... Я не могу дальше развиваться, если со мной человек, который меня на это не подталкивает. Я должен... Ну, хорошо, ну, в чем это выражалось? Вы решили поехать куда-то на заработки, а она осталась с ребенком. Ну, уже ничем не удивишь. Ну, как-то уже нет восхищения. А чем раньше ты удивляла? Ну, когда мы как-то вместе шли к чему-то, она просто остановилась раньше, чем я был готов остановиться. Давайте конкретно. Да, это непонятно. Какого развития вы для нее хотели? Развития даже элементарно, финансово, ну, что можно дальше идти и достигать. Она должна была еще больше зарабатывать, что ли, да? Нет, я хотел для себя больше, там, допустим... Так и зарабатывали бы. Что, ребенок родился на ребенка? То есть, видимо, жена была нужна не для того, чтобы он эти тяготы нес. Перевожу. Нет, не так. Нет, Олег сказал, что его женщина должна стимулировать, а ей хватало. Она говорит, Олег, давай дома останемся, всех денег не заработаешь, любимый. Давай побудем вместе, у нас дитя растет. Я просто стремился, ну, расширять свой круг. А стимулировать вас как надо-то было, там? Ну, в смысле, что, приготовить? Ну, хотя бы поддерживать. Просто, хотя бы поддерживать. У нее была манера больше меня как-то наоборот уже, ну, все, хватит. Но меня тоже останавливать. Семью, а? Если бы, может быть, теоретически она сама остановилась, сказала, ты делай, что хочешь, развивайся дальше, я не буду тебе мешать. Не уделялись жене и ребенку. Вам хотелось куда-то, друзья, рестораны, работа. Я просто видел картину немножко больше. Я просчитал, что вот на ранней стадии у ребенка больше нуждается в матери. Олег, вы сейчас говорите о том, что ваша мужская свобода не должна быть остановлена никем. Вы сейчас заявляете, что когда женитесь, женщина не должна вас держать. Если вам захочется с друзьями встретиться после 12, а она, допустим, захочет спать, то пусть себе спит, пойдете один. Не в этом плане. Она не должна вас контролировать, не должна говорить, что вы там после 12, не должны никуда уходить. В таком случае зачем жениться? Кому это понравится? Никому. Вот нашим российским женщинам, может быть, в Америке, кто-то и будет вас ради чего-то терпеть. А здесь нет, здесь семья, понятие еще сохранилось. Ну это не каждая на это подпишется. Не каждая подпишется, но если будет чувство взаимного доверия, то почему бы нет? Вот сидит Марина перед вами, красивая, цельная девушка, знает, чего хочет. Потянете? Я думаю, что да, но, возможно, всегда, я считаю, должны быть компромиссы. 52 искры пролетит, а она не допустит к телу на второй день точно и правильно сделает. Лет 5 за ней должны будете походить. Лет 5 я не буду обманывать. А как лимикс не разлучит? Здоровые подтвердности. А на какие компромиссы вам бы хотелось, чтобы Марина пошла? То есть что, как вам кажется, из-за ее мировоззрения, чем ей придется поступиться в отношениях с вами? В плане даже не какой-то привел на компромисс, но чтобы иногда чувствовалось, что где-то кто-то подвинулся. Иногда я, иногда она сама чувствует, что человек иногда тебе уступает. Это может быть повседневно. Это вас не пугает, как перспектива и амбиции, Марина? Ты что, в Америке это же... Я просто считаю это за свою слабость, но я очень часто людям помогаю, и вот у меня есть, я пытаюсь немножко... Хорошо, а вы в Марине на сторону боитесь смотреть? Может быть, у вас уже вспыхнула та самая искра? Может, вы уже хвостом ей шнурки развязываете по мне на сандартах? Милый, а бюджет как вы будете распределять-то? Либо ваши деньги мы делить будем, либо у вас как-то пополам по-американски. У меня простое отношение к бюджету, я абсолютно все... Все отдаете жене? В общем, я не волнуюсь за бюджет. Слушай, они же голодранцы, американцы-то средние, живут в нищете. У меня здесь один разговариваем с американцем, и он жалуется на свою жену, говорит, Она взяла 100 долларов и прогуляла их с подружками. Думаю, боже мой. У нас не разгуляешься на 100 долларов. Думаю, а 100 долларов за семьи, она ему назло, поссорившись. И он эти 100 долларов мне уже раз в 5 рассказал про эту историю. А вы 1200 получаете в месяц? Долларов или рублей? Рублей уж, ладно. Ну, это смело. Смело, да? Даже иногда в долларах можно привезти. И в долларах даже. Бывают такие очень... Милый, давай сюрприз. Мир Мина. Марина, мы с вами проведем мини-оракул. Здесь вопросы в этих карточках. Некоторые из них могут быть провокационные. Я вижу, вы девушка серьезная, но чтобы расслабить какую-то атмосферу, мы будем вдыхать шарики, которые будут, по крайней мере, менять... Вдыхать? Да, вдыхать шарики, которые изменят наш голос как-то, чтобы сбавить... Мне тоже вдыхать? Ну, при ответе, может. Серьезно? Да. Ну, это изменит голос, как-то, может быть, поможет... А это не те веселящие шарики-то, которые сейчас везде продаются? Нет, нет, это не те шарики. Не те, а вы знаете, простите, да? Те вот вредные шарики. У меня легкие не продают. А шарики продают хоть? Веселящий газ. Нет. Я вам покажу, я первый, чтобы... Если я здесь не упаду... Покажу, да, первый. Так, вопросы разделены на категории. Розовый – это секс, любовь, желтый – это семья, это финансы и меркантильность. Вот вы можете выбирать некоторых тем. Это я первым выбираю, да? Да, вы выбираете вопрос, я его читаю. Как всегда за любовь. А, ну, это больше секс, в принципе. А, это больше секс? Жалко. Ну, ладно. Ну, при каких самых необыкновенных я должен отдохнуть сначала? При каких самых необыкновенных обстоятельствах вы занимались сексом? Я должна отвечать, что ли? Да, можно я к вам подойду, а? Хочешь ответить на этот вопрос? Слышь, брат, а давай финансы меня интересуют, да? Где у нас финансы? Вот голубенькие карточки. Синий, да? Ну, это проверка невесты больше, чем. Да ладно, а я ее посредник. Хорошо, можно вам, если вы выступаете. За какой суммой ты готов переспать с любым мужчиной? А, за любовь. Че-че? Только за любовь. Мне тут одна спрашивает, а если тебе миллион долларов дадут, согласишься? Нет. Роза, а ты? Я, да. И я, да. Нет, миллиона двоих нормально. Парни, забирайте своего друга. И проходите в свою комнату. Это была катастрофа. Шарики были. Нет, шарики. Надо было другие конверты брать. Вам понравилось, Олег? Сначала показалось, что он такой застенчивый. Это очень понравилось. Он сел, начал говорить, что он серьезный парень. Но когда дело дошло до его отношений, собственно, с бывшей женой... Скажите, это нормально? Нет причины развода? Я не знаю, наверное... Где есть ребенок, что она куда-то там его не догоняла где-то, понимаешь, в каком-то развитии. Это неправда, что в этом была причина развода. Вам понравилось? Я не поняла конкретно ни один ответ на ваш поставленный вопрос. То есть человек конкретно ни на что не ответил. Я чувствую, мы неправильно были поняты. Да. Олег-то не мог быть у нас в программе четким и конкретным, потому что соединение Марса, Меркурия, Нептуна в стрельце. Такие мужчины порывисты, норовят ввязаться, ну, не в драку, а в любую сложную ситуацию. Действительно заинтересованы в том, чтобы жизнь была таким вечным бегом и драйвом. И он не понял в своем браке, что крысиная гонка за деньгами в жизни, она далеко не для всех значима. И для женщины, у которой рождается ребенок, даже если до этого она была суперамбициозной, этот ребенок и семья, и этот самый муж становятся самым важным центром существования. Его это не устраивало. Но если учесть, что там еще и вот этот самый Меркурий с Нептуном, это и фантазии, и приврать умеет в обычной жизни. Что приврать-то? Не приврать, а фантазии. Фантазии, это правда. Он фантазер. Но обманывать я не люблю. Давай поженимся теперь ваше мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам свет днем и ночью. Второй жених готовится к рандову с нашей невестой. А пока реклама. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Марина. Идите знакомьтесь со вторым шейфом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Тимофей, 44 года. Обозреватель отдела безопасности в крупном печатном издании. Работал военным корреспондентом в горячих точках. Коллекционирует пивные пробки, занимается боксом, увлекается квантовой механикой и подкармливает бездомных кошек. Гордится тем, что выдержал Великий пост. Мечтает, чтобы его дочь выучила русский язык. Предупреждает, что никому не позволит садиться за штурвал его катера. Тимофей полюбил свою будущую супругу за ее безграничное благородство. Но когда ознакомился со списком ее добрых дел, пришел в ужас и принял решение расстаться. Надеется, что у Марины не будет от него никаких тайн. То есть один из пунктов в списке добрых дел был замаскирован под скелет в шкафу? Что там произошло? О чем вы вдруг узнали и удивились очень? Ну это была последняя капля в наших отношениях на самом деле. Что было-то? Так получилось, что она усыновила молодого парня, темнокожего. Не сказав мне об этом, я узнал об этом примерно через месяц после усыновления. Я был бы в шоке. Я тоже. Я сейчас в шоке. Будучи в браке? Мы не были женаты. Но у нас был совместный ребенок уже к тому времени. А почему не женились? Потому что если были в браке, то ваше согласие или несогласие было бы обязательно? Было бы обязательно, да. Но так получилось, что мы не были в браке. Почему? Не вы не хотели? Нет, мы хотели, но вот такие сложились жизненные обстоятельства, что... Ну и чем вам чернокожий ребенок помешал? Вы, который всех собачьих, кошечек привечаете и помогаете? Мне чернокожий мальчик совершенно не помешал. Мне, во-первых, напрягло то, что она не поставила меня в известность. Это уже... Может быть, боялась? Ну, потом выяснил, конечно, боялась. Это было как раз сделано из благородства, потому что у парня был спид. Конечно, молодец. Ну, когда человек боится чего-то, он начинает врать и скрывать. Она была, наверное, заранее уверена, что вы не дадите согласия, поэтому и... Ну, в том-то и дело. Она не врала. Это человек, который, в принципе, не мог врать. Она просто промолчала, когда... А кто она была в функциональности? Немка. Она немка была? Да. Это все, где в Германии происходило, да? Это происходило в Германии. Господи, какая женщина. А ребенку вообще было сколько? Да, вообще для немок это, по-моему, не свойственно. Довольно-таки народ такой очень прагматичный, и когда... Замаливала грехи, молодец. Ну, при чем здесь замаливать грехи? Просто сердце такое было от природы. За кого-то? За кого-то, знаем даже за кого-то. А это не могла быть проверочная ситуация для вас? Прошу прощения. То есть не могла она вас ввести в заблуждение, чтобы проверить вашу искренность? Нет, 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 нет. Это совершенно было исключено. Потом я узнал гораздо позже о том, что у него спит, о том, что он потом умер. Когда он умер, тогда я уже узнал об этом. Симофей, вот скажите, чем вам эта история могла навредить, помешать в отношениях? Тем более вы о ней даже не догадывались. Что деньги уносила из семьи? Нет, нет, совершенно нет. А что, посмотрите, какой благородный души человек. Да, конечно, естественно. Но я тогда об этом не знал, о том, что это было именно благородство. Я думаю, что она делала это, не знаю, по каким причинам. И когда я пытался это узнать уже потом, она не говорила об этом. Но ее сердце не могло остаться каменным по отношению к этому ребенку. Возможно. И по каким-то своим причинам, а я и не нападаю, по каким-то своим причинам она его усыновила. А где этот мальчик жил? Не с вами же, раз вы не знали. Ему немецкое государство оплачивало квартиру, комнату. Он был ее учеником, она была учитель... не была, есть учительница. И когда она узнала, что у него обнаружился СПИД, и по немецким законам он обязан был покинуть территорию Германии, уехать к себе на родину, в Африку, она сделала вот этот благородный жест, она продлила ему жизнь еще на год. Там был, например, гораздо быстрее. Разве в Германии такие законы, что инфицированных они отправляют... Ну, по крайней мере, она мне тогда сказала, не знаю, не проверяла. Что ты думаешь про Тимофея и Витальевича? Тимофея, серьезно. С катером. Взрослый дядька. Взрослый дядька. Взрослый дядька, реально. Ты мужчина еще, а он дядька, понимаешь? Мужик. А как вы расстались? Она пыталась что-то объяснить? Ну, я повторяю, это была последняя капля. А за что вы ее полюбили? Вы же ее полюбили, раз у вас родился ребенок. Ну, естественно, конечно, это были довольно-таки глубокие чувства. Это была любовь. Ну, вот определенные моменты складывались, они складывались как в копилку. А скажите, а вот, Тимофей, пока у вас был вот этот конфетно-букетный, вот эти ее какие-то порывы благородные, они существовали же уже в ней? Наверное, она уже и когда подкармливалась? Тем самым мостиком, который ваш статус как-то в Германии закрепил? Нет, наоборот. Благодаря этой женщине. Что наоборот? Я ее пытался привезти много раз сюда, потому что я понимал, что в Германии жить не смогу. Я чувствовал там себя человеком третьего сорта. По дочке страдаете? Ну, мы с ней переписываемся и убедимся иногда. Вот у вас огромное желание научить ее русскому языку. А что вам мешало до этого научить ее? И зачем вам это? Потому что мы не общались долгое время. Почему? Керстин вышла замуж, и одним из условий нового папы было то, чтобы дочь никогда не знала, что она наполовину русская. Мне как-то грустно. Скажите, у вас дом-то есть вообще? Ну, я считаю, что для мужчин это не главное. Смело мы рай в шалаше. Что вы, если милый атташе? А вы кто? Я журналист. А что, другое не было чего-нибудь-то? А вы смотрите, Марина хочет заниматься благотворительностью. Ну, советоваться будет, наверное. Прекрасное желание. Или помогать... Нет, я просто хочу выяснить. Или можно будет помогать, допустим, белым детям, а черным нет. Потому что меня это до глубины души возмущает. Это я не могу успокоиться. Она бабушкам будет помогать. Нет, я считаю это абсолютным каким-то жлобством нашим российским. Понимаете? Это не только вас. Дело-то было не в темнокожем или светлокожем. Ребенке. Дело было именно в том, что она это скрыла. Потому что она знала, что если она вам скажет, вы не разрешите. Потому что если вы были бы так великодушны, как она, не было бы вопроса. Возможно. А вы хотя бы раз-то были женаты, что-то не пойму. Ну, вот так, со штампом. Да, конечно. Вот за этой женщиной? Нет, нет. А уже здесь, в России? Первый брать был. До того, как в Германию. А с ней что не сложилось? Ну, во-первых, она умерла. Я бы не хотел было. Понятно. А детей не осталось? Остался старший сын у меня здесь. Сколько ему? 19 лет. А сейчас сын встречаетесь? Конечно, естественно. Ну вот. Я-то же думал, совсем прям одинокий. Нет, ну, у меня есть дети. Тимофей, а... Рад, что у меня есть дети. Я с ними поддерживаю связь. Хорошо. Покажите, пожалуйста, что вы приготовили. Я подготовил театральную миниатюру. Это отрывок из Фауста Йохана Вольгенга Гетте. Это сцена из Фауста именно тогда, когда он посредством Мисс Фистофеля доктор Фауст пытается обольстить свою гречень. Единственное, только нужно произнести одну фразу. Это будет мой монолог. Потом, когда я покажу там палец, подниму палец, нужно будет произнести вот эту фразу. Заплавок стонет. Я просто очень редко в жизни встречаю улыбающихся людей. Она улыбается постоянно. Мой ребенок, вы должны сказать, что я думаю, что я один Бог. Макс Присто, вы должны спросить. Макс Присто, вы должны спросить. Субтитры делал DimaTorzok Спасибо Я надеюсь, вы почувствовали себя грецким Конечно, безусловно, спасибо Спасибо, проходите в свою комнату Ну вот, начну полоскать Что вы скажете, девочки? Мне кажется, Марина испугалась его Когда стояла на сцене Пришла напуганная девочка А вы поняли, что он там читал? Конечно нет Да, было немножко страшновато Да, Настя правильно поняла Нас, брат, не выберут, вернее, тебя, брат Ну что же, жизнь продолжается Скажу о минусах, которые мне, допустим, не очень близки Это, естественно, то, что в первую очередь, как вы отметили Человек имеет такое вот отношение Ну, наверное, это национализм или расизм И то, и другое И мне это, конечно, не свойственно Я человек достаточно очень лояльный Для меня не существует, наверное, каких-то таких жестких границ, рамок Роза? Ну, мне не понравился его материальный достаток Ну, в 44 года А что звезды, Вася? Ну, ты говорят, что это человек Упрямый Очень долго хранящий в себе обиды И обиды эти имеют свойство накапливаться Я думаю, что история много глубже, много сложнее, чем мы увидели Я бы не цеплялась к словам И мне кажется, что как раз в этом не было ни капли национализма Меня немножко напряг сюрприз И даже не просто такой вот хлесткой немецкой речи, которая звучала для меня Это было криком в прошлое Почему он выбрал именно этот сюрприз для вас? То есть что было в нем именно адресовано вот вам, как героине Я не поняла У меня было ощущение, что это той самой дочери, которая не знает русского Куда-то в Германию выкрикнутый вот такой вот, я не знаю, отцовский монолог Возможно, возможно Совсем скоро невесте предстоит третье свидание после рекламы Смотри на продолжится Оставайтесь с нами Вы смотрите, давай поженимся И я предлагаю Марине встретиться С третьим женихом Проходите Марина, у меня не будет второго шанса оставить хорошее первое впечатление Поэтому буду стараться по максимуму Мои друзья Максим и Константин помогут мне в этом течение Очень приятно, спасибо 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 Как приятно Как приятно Восхитимы всех Спасибо Спасибо Герхард, с кем вы? Я с моими очень близкими друзьями Это Максим и Константин Очень приятно Давайте на это посмотрим АПЛОДИСМЕНТЫ Герхард 33 года Консультант по развитию бизнеса Живёт в Германии Мечтает приобрести загородный дом в Европе Гордится своим интеллектом и умением адаптироваться к любой ситуации Предупреждает, что любит играть на гитаре по ночам Возлюбленная бросила Герхарда после того, как узнала, что он идёт сватать своего друга на программу «Давай поженимся» Надеется, что Марина будет доверять ему, как себе Слушайте, а чем это этой подруге не угодило программа «Давай поженимся», что она вас бросила из нее? Дура какая-то То есть ещё перед тем, как вы пошли на программу Не после, потому что Ну это не 10 минут назад, точно Она поставила ультиматум Ты идёшь на передачу, мы расстаемся Ну хорошо, может быть и не ваша была, раз так получилось Вы пришли бороться за Марину Где вы, если у вас сложится всё с Мариной, собираетесь жить? В Германии, в России? На данный момент центр жизни в Германии Есть возможность сравнить две страны В каком городе? В Берлине И чего там это у вас? Ну квартира, машина, что там? Квартира, машина А здесь что? Уже ничего Как ничего? А невесту куда повезёте? Жену будущую? Ну здесь съёмная квартира Геркард, а что с таким голосом? Как будто умирать пришёл сюда к нам на программу Взял и умер здесь Друзья не помогают Нет, подождите, почему всё время вы к друзьям апеллируете? А что, а для чего они пришли сюда? На прошлой программе он силами друга жар загребал Сейчас тоже ты предложил ему пообщаться с невестой Он в тот же раз мячик друзьям А перед такой красотой-то он Запоздавайте вопросы, Марине, что у вас? По поводу красоты как раз я хотел спросить Пожалуйста Что могу сказать? Голосы крашены, ресницы приклеены Это ещё не самое страшное А что тогда? Всё остальное своё Я просто смотрел твои фотографии И на фотографиях ты отличаешься, нежели вживую И я хотел спросить Вживую лучше? Да, спасибо большое И хотел спросить, не делали ты пластику Потому что А как думаете? Важно знать это сначала, чем не знать Знаете почему? Слышь, в этом году отдыхаю в Швейцарии Думаю, почему такая красивая пара И женщина, и мужчина Почему такие некрасивые дети? Просто страшные С кем-то носами С какими-то губами Просто некрасивые, непородистые дети Потом допёрли Они же богатые Всё себе подстригли Носы накачали здесь Вот это всё сделали А детёж, оно родилось же Вот такое, какое есть на маму похоже Мне кажется, она очень ненатуральная Она очень какая-то ненатуральная Она поставила себя Какое-то превозвращенное Какую семью хотите? Опять же, в Германии сидим Пьём пиво И мне мой друг, который живёт в Берлине уже сто лет Говорит, ой, смотри, смотри, идут Лет сорок, говорит, прожили За ручку держатся Сейчас, говорит, сядут, покушают Как они говорят И каждый сам за себя будет платить Так что Как вы-то будете в этом смысле? По-нашему, по-россейски или по-немецки? Я стал на ноги в Москве И Москва — это тот город, который меня сформировал Поэтому я могу как бы жить за пределами России Но в душе я, конечно, остаюсь россиянином И подход у меня как бы мужской Ну, остался вот такой То есть вы должны отвечать за женщину, за детей, за семью? Хорошо Столько лет живёте в Германии Не нашлось немецкой девушки? Или вам что-то в них не устраивает? Почему именно в России за русской? Честно говоря, немецкие девушки, они, конечно, очень деликатные У них хорошее европейское образование Но по душевности с русскими девушками, со славянками никто не сравнится И достаточно посмотреть на Марину, на её лучезарную улыбку Спасибо Чтобы забыть обо всех немках сразу Не знаю, немки тоже очень бывают очень хорошие Единственное, красота такая довольно холодная Как снежная королева такая Айс Кёниген, немцы говорят Что вы в себе исправили бы? Наверное, какую-то саморефлексию Иногда не хватает вот той капли уверенности, которая меняет мир Спасибо большое А мне нравятся закомплексованные, мне нравятся рефлексирующие Значит, вы живой, понимаете? Это приятно, тем более, если вы в этом признаётесь ещё Это здорово, спасибо Покажите сюрприз Ну, я хочу сказать, что здесь не шоу, реальная жизнь Но мне понравилась подружка Я не знаю, как зовут Анастасия А Максим не сводил глаз в домике с Марины А у вас есть молодой человек? Есть Опаньки, вот так вот Вот это да Мне тоже очень понравилось А Марина понравилась вашему другу? Я даже анимел А чем занимаетесь, Максим? Моя основная деятельность – это продажи техники А квартиры есть у вас? Всё есть И машины есть? А лифт на сколько? 35 А женаты были? Неофициально, но в течение лет Нет А Герой хотел у своего шницы у друга познакомить А почему до 35 лет, извините, не были женаты? Мне просто... Так было Так сложилось Я 10 лет прожил в гражданском браке, если хотите Не то, что вы хотите А он вам нравится? Марин, ваш типаж? А что, хорошенький такой Вы спортом занимаетесь? Нет, конечно, хорошенький И занимался, и занимаешься И покушать любите? И покушать люблю Вот это за... Вот это всё Вот это за мир Герхард, пролетаешь У девушки есть молодой человек Который сейчас выйдет Марина уже всё услышала А сейчас кто-то останется, что ли? Да Давайте, парни В свою комнату Скоро узнаете Максим, когда у вас день рождения? Спасибо, Марина, понравился Когда у вас день рождения? 0,6 0,6 0,6 0,6 Интересно Я очень надеюсь, что я пожил на меня впечатление Ну, дружище Поздравляю тебя Вот так вот Русы и коса вьются волоса Ну, чё вы Как с парнем-то своим? Со своим или с... Со своим? Который здесь присутствует Готовы отказаться? Может, там уже... Нет, не готова Молодец Мне мальчик очень понравился Он очень интересный А мне Герхард тоже был приятен Да Но всё равно мы все из Советского Союза Он тоже наш Мы друг для друга прозрачны Нет? Я только хотела сказать, что мне очень понравилось Что Герхард правильно назвал свою болевую точку Он сказал, что слишком много рефлексирует И действительно, в гороскопе это описано Квадратом Марса в рыбах к Нептуну То есть он иногда мутный Цели ставит конкретные Но идёт к ним неявными путями И мне очень понравилось Когда человек знает свои болевые точки Знает свои слабости Это не просто достойно уважения Это значит, что он, наверное, пути к тому, чтобы... Вася, у тебя какая болевая точка? Надо подумать много На самом деле, программы не хватит А у меня какая? Тоже много Список большиня А самая, вот самая моя на поверхности Но ты гиперчувствительная И выдаёшь гиперреакцию на раздражение То есть ты чувствительная И реакция как бы превосходит Вот удар, который наносят Точно А я вообще... Верьте ей, люди А я считаю, что вообще Раз врат один у вас У нас здесь происходит Что это такое? Тот раз он, извините К одной пришёл, к другой ушёл С этими друзьями поменялся А так по жизни Раз возьмёт и с женой поменяется Извините, он какой-то чувствительный там Или нерешительный? Нет, пришёл к одной Умри, как говорится Вы неисповедимы Думаю, у других ребят нет шансов Шансы есть только у нас Девчонки, кто понравился больше всех? Кто подходит Марине? Сможно вопрос? Мне понравился Последний молодой человек Герхард Да Слушай, она понравилась тебе? Она хорошая девушка, но Не моя То есть, если она зайдёт сюда Ты с ней не выйдешь? Я очень надеюсь, что она сюда зайдёт И с ней выйдешь ты Давай, серьёзно, кто Герхард Самоотвод дал? Наверное, его друг А тебе она понравилась, Максим? Мне понравилась Понравилась Такая искренняя, лучезарная Очень лёгкая, самое главное Как вам мужчины? Мужчины все достойные Все замечательные И для себя я выбор уже свой сделала Спасибо, Роза Знаешь, что, дорогая Мужчина никогда не приходит на одинокую женщину Он на очередь всегда приходит Поэтому хошь не хошь А очередь стоять должна Я считаю, что Олег очень даже хорошо Под эту очередь подойдёт Его ещё можно даже повоспитывать, собственно говоря Они американцы очень наивные, как говорится Пусть стоит, пусть создаёт очередь Я за Олега Будем ждать, постучаться в нашу дверь Я считаю, что нужно присматриваться И прислушиваться к знакам со стороны судьбы И приход сюда в студию Максима Я считаю таким знаком Потому что для вас лучший типаж мужчины Это воздушные Вы легче их понимаете Близнецы, водолеи Это те мужчины, с которыми вам легче общаться А он оказался близнецом Я у него тихонечко спросила Вот насколько с его стороны Это может быть продолжительный интерес Нужно рассматривать Но если уж выбирать сегодня Максима точно Не упустите шанс Поступайте, как сердце велит Мы вас в любом случае поддержим Выражайте симпатию нашим будущим героям Отправляйте смс их номером по телефону 4-4-4 Юлия, 20 лет, номер 2064 Студентка Из-за любви к еде научилась готовить Увлекается походами по магазинам Мечтает встретить высокого и красивого брюнета Который по-настоящему её полюбит Наталья, 23 года, номер 2065 Танцовщица, работает администратором Увлекается психологией Считает, что это помогает в личных отношениях Мечтает встретить взрослого, состоявшегося мужчину С которым сложатся романтические отношения Ну что, не пошла ты никуда? Нет Решила никуда не пойти? Да, решила не ходить Ну, я всё равно приглашаю всех выходить из своих ум И поддержать решение Марины Сегодня у нас нет пары Если вы тоже одинокие, заполняйте анкеты на сайте Первого канала И становитесь участником программы Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы И вы хотите с ним познакомиться Отправляйте смс с именем героя на номер 4-4 А я Ларисе Гузеевой желаю Чтобы любимый человек обязательно сказал вам Давай, пожениться Удачи Я идеальный муж, можно так сказать Ты расплатись, ты пойди его как-то... Ну, чем, Роза? А то не знаешь чем Как бы отговаривали Так как продолжение рода будет Баратино Просто у меня вот носик длинненький А с другой стороны, если короткий в кино Это бывает только для меня Бывает лошадь, которая тянет телегу Она попадала в телегу Которую тянули мы Но я теперь не одна Я с тобой И словно ангел крылом Меня накроет теплом Любовь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова